Приветствую вас. Ну, во-первых, ситуация с ребенком достаточно деликатная, чтобы так вот, ну, чтобы так, достаточно просто. Ответить вам на вопрос, о том, что делать, да, и чего не делать. Соответственно, вот. И нужно, на мой взгляд, в достаточной степени, поисследовать взаимоотношения, внутри вашей семьи, вот, чтобы иметь представление о том, что происходит, чтобы иметь представление о том, как все происходит, вот. Чтобы иметь представление о том, что могло послужить причиной для такого поведения ребенка. Потому что, совершенно очевидно, что такое поведение не могло быть, не могло возникнуть на ровном месте, что у такого поведения есть свои причины, есть свои основания, что истерика, это попытка, например, привлечь внимание. Ребенок и так привлекает внимание с одной стороны. С другой стороны, вполне вероятно, что он таким же образом протестует против чего-то, что им не нравится. Вот. Ну, но, здесь необходимо тщательно изучить все нюансы. Вот, так просто я думаю, что самым лучшим вариантом для вас было бы посмотреть, что именно ребенку, например, не нравится, что именно ребенку, например, не понравится, что именно ребенку, например, не понравится. Да, то есть, условно говоря, когда он начал влезти в себя таким образом. Вот. Когда это началось. И что этому предшествовал. Вот. Ну, таким образом мы получим немножечко полную картинку. Вот. И соответственно, вполне возможно, что сможем вам помочь. Сможем помочь. Сможем помочь. вам в этой не самой простой ситуации. Вот. Если, как вы говорите, ребенок развит и говорит, что и понимает, то можно применить технику ясообщения и активное слушание. Вот. Об этом можно почитать книги Юлии Борисовны и Гиппенрейтер «Обсяться с ребенком как?» У Юлии Борисовны и Гиппенрейтер довольно простое изложение в своей книге и вам не заставит большого труда как-то, ну, как-то поисследовать, да, то, что, образно говоря, она хочет сказать в своей книге. Вот. И постараться, постараться этот момент применить, также применить именно вот с точки зрения практического использования. Вот. не надо думать, не надо думать, что проблема в ребенке только. Победение, победение ребенка, это его реакция на определенные действия со стороны, например, родителей, то есть вас и так и так далее, то есть тут все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд, вот. значит, ну, соответственно, соответственно, поработать в этом направлении можно и нужно, вот. на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, правое взгляд направлении можно и нужно, ну, уже вопрос о том, например, что с этим делать дальше, да? Вы, я думаю, смогли бы решить сами, вот. Ну, потому что, так оно, в общем и целом, было бы проще, 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 на самом деле, для всех, так было бы проще. Вот, на этом все, в принципе, на этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, я надеюсь, что для себя определенные выводы вы сделаете, вот, и не будете только, ну, вот, как-то одного ребенка, да, обвинять в том, что произошло, потому это, ну, не совсем справедливо. Вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация расширена.